Добрый день уважаемые трейдеры вас приветствует компания winoption signals и сегодня у нас на рассмотрении индикатор volume profile версии 6 а если вы еще не подписаны на наш канал то обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик а мы продолжаем индикатор volume profile является индикатором профиля рынка который строится за определенный период и позволяют увидеть активность трейдеров не за каждый бар как в случае с вертикальными объемами а по конкретной цене благодаря такому отображению у каждого трейдера появляется возможность прогнозировать движение цены и использовать это как в торговле бинарными опционами так и на рынке forex индикатор профиля рынка представляет собой гистограмму которая располагается на графике если профиль рынка строится на каждый день то гистограмма объема будет находиться справа или слева на границах дня и стоит отметить что построение профиля начинается с момента открытия торговой сессии если же профиль строится для недельного периода то построение будет начинаться с каждого понедельника и точно также для месячного периода построение будет начинаться с начала нового месяца строить профиль рынка можно и для более малых таймфреймов для этого необходимо перейти в настройки индикатора и выбрать примеру 15 минут после чего перейти на минутный график и посмотреть результат но сразу хочется отметить что профиль рынка будет полезнее использовать на более крупных таймфреймах так как на крупных таймфреймах можно видеть более сильные уровни и соответственно более сильную реакцию цены если говорить об остальных настройках индикатора то важно отметить некоторые параметры как уже стало понятно параметр range период отвечает за период построения профиля параметр range count отвечает за количество построенных профилей и для примера если выбирается дневной профиль то это будет значение 20 дней или если говорить проще будет построено 20 профилей и при желании это значение можно увеличить также каждый профиль можно сместить благодаря параметру time shift параметр mode step позволяет выделять крупные объемные уровни но для каждого инструмента значения настроек будут разными и более подробно мы их рассмотрим далее видео следующий параметр является довольно важным так как позволяет правильно отображать профиль рынка и это параметр point scale он также будет индивидуален для каждого инструмента но если брать валютные пары то хорошо подходит параметр 1 или 10 а для таких инструментов как нефть подойдет только параметр 1 так как другие будут некорректно отображать профиль параметр volume type всегда остается tick volume так как реальные объемы никакой брокер не предоставляет и сразу хочется сказать что тиковых объемов вполне достаточно для построения профиля и отличие между тиковыми и реальными объемами в построении профиля будут незначительны параметр data source всегда стоит оставлять на m1 bars так как такие значения будут максимально точными следующие настройки уже отвечают за визуальную часть и параметр bar style отвечает за вид профиля при желании можно выбрать абсолютно любое отображение к примеру просто заполненный профиль или же просто линия но конечно же самым привычным и понятным является профиль с заполненными барами так как на таком профиль четко видны объемные уровни следующие настройки отвечают за расположение профиля и можно выбирать справа налево или слева направо но более привычным отображением является профиль построенный слева направо также можно поменять и цвета профиля и к примеру сделать его более ярким чтобы его было всегда видно или наоборот сделать более тусклым для этого необходимо выбрать серые тона следующий параметр отвечает за толщину линии и называется онлайн видс но повлияет он только на определенный стиль профиля а именно линейный все остальные настройки не имеют особого практического значения в торговле бинарными опционами разве что можно рассмотреть параметр мод color который отвечает за объемные уровни выделяет их определенным цветом и можно выбрать к примеру желтый цвет чтобы увеличить количество выделяемых уровней необходимо вернуться к параметру мод степ и уменьшить его к примеру до 10 этот параметр в настройках будет особенно удобен новичкам чтобы не приходилось искать самим объемные уровни а торговать уже на отмеченных участках также хочется отметить и другую версию индикатора volume profile это volume profile range отличается данный индикатор только тем что позволяет строить профит для очень долгого периода и не привязывается к определенному часу дню недели или месяцу данный индикатор имеет абсолютно такие же настройки за исключением первого параметра который позволяет выбирать диапазон профиля и сразу хочется сказать что удобнее всего использовать значение between lines так как благодаря этому параметру можно быстро настраивать профит для нужного диапазона просто перетаскивая линию и к примеру можно выбрать очень большой диапазон а теперь давайте рассмотрим варианты торговли по профилю рынка в которых можно использовать как первую так и вторую версию индикатора но для примера будем использовать первую версию индикатора которая строится для каждого периода отдельно как уже говорилось ранее профиль рынка позволяет видеть участки цены которые более всего были интересны как простым трейдерам так и крупным игрокам и на тех уровнях или зонах которые подкреплены крупным объемом совершалось максимальное количество сделок как на покупку так и на продажу и именно такие ценовые уровни и зоны нам нужны для того чтобы понимать когда покупать опцион call или опцион put и основных способов торговли по профилю рынка есть два это торговля от крупных объемных уровней при подходе цены к ним и торговля при выходе цены из флэта который также подкреплен крупным объемом примером торговли при выходе цены из флэта который подкреплен крупным объемом может послужить данный участок и как только цена выходит из такого флэтового накопления нужно открывать опцион в сторону выхода цены и в данном случае это был бы опцион put и если торговля ведется на часовом графике то экспирацию стоит рассматривать в 3 свечи а если же торговля ведется на 5-минутном графике то экспирация должна быть не меньше 10 свечей второй вид торговли который подразумевает отбой от объемных уровней является более частым и более эффективным и на данном участке можно видеть хорошее объемное накопление которое толкнуло цену вниз и в следующий раз когда цена попыталась подойти к данной ценовой зоне можно было покупать опцион put с экспирацией в 3 свечи если же говорить о промежуточных объемных зонах то они также работают и на данном примере видно что при подходе цены к этой объемной зоне она была пробита вверх что сделало ее зеркальной и после того как цена подошла к ней уже сверху вниз можно было покупать опцион call с экспирацией в 3 свечи и вдобавок ко всему данная сделка подтверждалась восходящим трендом что являлось дополнительным преимуществом при покупке опциона call еще одним подобным примером может послужить данный участок и в данном случае видно что когда цена снова подошла сверху вниз к пробитой зоне которая стала зеркальной мы увидели откат и можно было также покупать опцион call и в заключении хочется сказать что чтобы совершать правильные сделки при использовании профиля рынка необходимо потратить время на его изучение и также на тесты так как данный индикатор является далеко не самым простым его можно назвать полупрофессиональным а в некоторых случаях даже профессиональным индикатором и поэтому без полного понимания принципа работы и построения профиля рынка не получится стабильно торговать в плюс используя данный инструмент если данное видео было для вас полезным то не забудьте поставить лайк а также подписаться на канал и нажмите на колокольчик установив в настройках уведомления на все видео чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта желаем удачной торговли